И так, дорогие друзья, я вас приветствую на своем первом анбоксинге. Сегодня мы будем открывать и смотреть такую игру, как Конунг Легенд оф Зе Норд, или, просто говоря, князь легенды лесной страны, а проще говоря, ее немецкое издание. То есть, как мы видим, немецкие художники рисовали здесь какую-то свою, так скажем, обложку, то есть имеющие мало отношения к игре. Значит, на обложке у нас изображен наракон, кентавр в латах, какие-то видинги, рыцари, которых, в принципе, в игре не было. Ну, а внизу, значит, издатели, то есть это 1С, как фирма-разработчик, в принципе, и правообладатель, и, конечно же, Infernet Loop, то есть фирма, которая издавала ее на территории Германии. Собственно, здесь вот сбоку описаны системные требования самой игры, значит, вбок, в принципе, ее, значит, выглядит вот так. Значит, здесь, как-нибудь, само название. Вот, сзади, что любопытно, идет, значит, описание самой игры, как ее сюжет. Вот, значит, здесь особенности игры, здесь даже возрастное время еще нет, то есть лицам до 12 лет. И, значит, идут скриншоты, то есть их, конечно, здесь, на самом деле, плохо видно, как я не приближал бы, но, тем не менее, вот такие же точно скриншоты были на коробочной версии от S1. То есть это, как бы, еще скриншоты, видимо, с каких-то тестовых, как бы, бета-версий, то есть, именно по ним видно, что много из них в игру, в общем, не вошло. Ну, немного, но кое-что, то есть скриншоты, как бы, в принципе, те же самые. Значит, сейчас открываем ее, вот, значит, в том, внутри коробки, то есть, ну, какого-то пользователя, как видите, значит, оно, собственно, чем отличается от коробочной версии от 1S. То есть здесь, значит, как бы, совсем другая вот обложка, вот такая вот, черно-красные треугольники, вот, значит, вся бумага внутри глянцевая, то есть на, ну, сколько я помню, у 1S только обложка была глянцевая, вся бумага была обычной. И, значит, здесь вот идет, собственно, содержание, скажем так, вот оно. И идет, собственно, само описание сюжета. То есть здесь оно, на самом деле, честно говоря, гораздо меньше места занимает, то есть всего полторы страницы, по отличным номерам русского издания. Значит, здесь дальше идут скриншоты. При этом, что самое любопытное, что самое любопытное, значит, скриншоты взяты с английской версии игры. Вот. Тут не видно, вот, вот, то есть если по-моему приглядеться, тут это видно, что, как бы, этот самый скриншот, и они, в общем, именно взяты с английской версии. Способен того, что игра сама по себе, она, она на немецком. При этом, что вот все описание, как бы, то есть построение самого, вот, описание всего остального, оно, в принципе, в точности повторяет, ну, скажем так, русское руководство пользователя. Здесь каких-то таких, скажем так, отличий нету. Рисунки, в принципе, даже, вот, арты, использованы те же абсолютно самые. Так что ничего, по-моему, честного такого нету. То есть глобальная разница будет только в том, что в конце, значит, уже на обложке написаны те, кто делал игру, все. То есть, значит, первым столкцом, саморусские разработчики, во втором, значит, именно издатели ее заграничные, то есть немецкие в данном случае здесь описаны. И, что самое интересное, то есть нету, значит, графы вот этих для заметок, то есть ее просто-напросто убрали из руководства пользователя. А также нету, разумеется, никакой другой рекламы игр, ну, собственно, как было в руководстве пользователя от русского издания. То есть там, где шли какие-то, скажем так, анонсы или описания других игр, изданных 1С, то есть здесь ничего такого подобного нету. То есть даже тех игр, которые, в принципе, издавала Инфернайт Луп, то есть здесь вот они это не сделали. Вот. Ну и последнее, что идет, это, собственно, сам диск. То есть вот так вот он, собственно, вот таким вот интересным образом он вложен. То есть диск обычно стандартно, вот этот CD-Jell, в смысле здесь вот этот CD-Box. А как бы здесь тут самое любопытное, вот мы его, значит, открываем. Вот он сам диск. То есть тут как бы ничего особенного. Да, значит, внутри, там тоже как бы ничего нету, тут никакого задника, а вот, собственно, сам вкладыш, он вот такой, то есть, разворот, вот он пустой, как видите. Вот такое издание. Собственно, это все. С вами был Марин. Вступайте в мою группу ВКонтакте по обзору старых игр. Ну и, соответственно, значит, подписывайтесь на мой канал. Ну всё, вернее. Спасибо. Спасибо.